Новую дорогу здесь ждали примерно 25 лет. Практически столько же люди, обивая пороги, чиновников выпрашивали ее. Долгожданная дорога должна была обойтись в 13 миллионов рублей, но стоимость работ по проекту каким-то образом уменьшилась в два раза. Конечно, в торгах не захотел участвовать ни один подрядчик. Почти 6 миллионов рублей за масштабную работу – слишком смешная сумма. Проект вручили спецавтобазе. Евгений Соломатин считает это неспроста. Он нашел все проектные документы в интернете и ужаснулся. По его мнению, это не прикрытое отмывание денег. Судя по акту, где фигурирует фамилия сотрудников УКХ, предусмотрено удаление старых бортовых камней, правда, которых здесь никогда не было. Также здесь сказано, что необходимо демонтировать старые дорожные знаки, но их никто здесь никогда не видел. Как пояснил нам Евгений, на то, что не существует, затрачиваются немалые деньги. Есть такая ведомость дефектов, где написано, что существует здесь асфальтобетонное покрытие, которое находится в неудовлетворительном состоянии. Имеет сеть трещин, наблюдаются выбоины, сколы, разрушения, ямочные и шелушения. Но на самом деле здесь на протяжении 25 лет никогда дороги не было. Еще одна претензия жителей Планерной – это неудобные бордюры. Они слишком высокие, а съездов для мам с колясками и для инвалидов не предусмотрены. У жильцов есть вопросы не только к проекту, но и к качеству выполняемых работ. Неудобно ходить? А почему должны мы прыгать? Здесь невеликие спортсмены, бабули старые ходят. Но попытки внести изменения в проекты исправления выявленных нарушений заканчивались бесконечными перепалками. Люди работали. Это не они сделают, а проект, кто составлял его. Сделайте, хорошо, сделайте по-человечески, как мы вас просим. Нужно делать в наше время такие вещи, чтобы для людей было это комфортно и удобно. Качественную дорогу люди ждут десятилетиями. Но в нашем городе стало совершенно обычным делать благие дела для людей, не обсудив их с ними. В итоге из-за обилия вопросов и по проекту, и по работам сказать спасибо они не могут. Это решение, мы внесем проектировку в проект. Подрядчики не должны их дарить, должны поставить вас сразу здесь. О том, что это вы за жители, а те, 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 и довольны. А вы подключайтесь к депутату по округу. И это просто решение. Чиновники в очередной раз пообещали учесть мнение жителей и даже захотели встретиться с жильцами планерной в присутствии нашей телекомпании. Так что за развитием всех событий на этой улице мы будем следить. Алина Чабан, Андрей Борискин и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.